дорогие друзья добро пожаловать на передачу почему израиль мы верим что она поможет открыть важность и значимость израиля в жизни каждого христианина основа нашей передачи лекции всемирно известного теолога из голландии вильяма гласхауэра который называется почему израиль сегодня четвертая передача давайте познакомимся с ее участниками представляю вашему вниманию сару попову и уже знакомую многим по прошлым передачам настю мурза дорогие настя и сара приветствуем вас в студии две маслины life мы очень рады вас видеть здравствуйте сегодня вы будете выступать в роли экспертов в этой передаче ваши задачи не будут сложными уверен что вы справитесь и так вам необходимо внимательно посмотреть очередной отрывок из лекции вильяма гласхауэра а после просмотра высказать свое мнение иными словами дать свою оценку по поводу увиденного хорошо хочу вас немного подбодрить ваших ответах вы не будете одни не переживайте по этому поводу если у вас возникнут сложности я вам буду помогать если во время просмотра лекции вы услышите новую для вас информацию позже у вас будет возможность задать свои вопросы уже знакомому нам человеку теологу который поможет вам и даст аргументированное объяснение это анатолий ермохин который выступит в качестве главного эксперта он с нами на связи можете его поприветствовать анатолий да анатолий приветствуем тебя в конце нашего с вами обсуждения я попрошу вас посоветоваться между собой и определить главную мысль услышанного сегодня послание и написать ее на листе фломастером который лежит на вашем столе а в завершении передачи вы сделаете фотографию с этой надписью задача ясна хорошо и так дорогие зрители мы начинаем четвертую передачу почему израиль экспертами которые станут настя мурза и сара попова а также анатолий ермохин ну что друзья приготовьте ваши ручки чтобы записывать главные мысли по ходу просмотра это поможет вам отвечать на вопросы и конечно же очень важно чтобы у вас были тоже свои какие-то вопросы или размышления по этому поводу после просмотра мы снова с вами увидимся итак давайте посмотрим вильяма гласхауэра почему израиль мы продолжаем наше занятие в рамках учебного цикла почему израиль наша цель состоит в том чтобы определить почему израиль такой особенный на первом занятии мы говорили о божьей любви к израилю и о том что израиль является буквально его первенцем дело в том что авраам и сара были слишком старыми и не могли иметь детей но тем не менее у них родился сын исаак это чудо ничего подобного произойти не могло но это произошло бог назвал его своим первенцем мы говорили также о неизменной любви бога к еврейскому народу мы увидели что между богом и израилем существуют такие же отношения как между отцом и сыном равно как и супружеские отношения между мужем и женой бог дал брачный обед и взял израиль к себе в жены он торжественно поднимает свою руку и клянется говоря о своей любви к израилю затем мы говорили о том что это любовь основана на завете которую он заключил с еврейским народом на втором занятии мы говорили о завете касательно земли о том что это завет вечный бог создатель гарантирует непреложность этого завета он сказал что пока действуют законы природы израиль будет продолжать существовать несмотря на все свои грехи непослушания и неверия ничто не заставит бога отступить от этого завета и это противоречит учению церкви которые она насаждала на протяжении многих столетий мы завершили последнее занятие обсуждением стихов из книги псалтирь где читали о том что бог поставил то иаков в закон и израилю в завет вечный и по завету бог сказал тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего мы пришли к выводу что хотя сегодня много говорится о так называемых оккупированных территориях таких как газа или западный берег или некоторые территории иерусалима и голландских высот бог сказал что эту землю я дал израилю поэтому нельзя называть израиль оккупантом а вот все остальные народы претендующие на эту землю легко попадают под это определение на протяжении веков очень многие народы занимали этот крошечный клочок земли на ближнем востоке сейчас мы поговорим о разных заветах и в частности обратимся к книге бытие 12 главе здесь все и началось и так еще нет израиля нет еврейского народа был всего один человек по имени авраам он жил где-то на ближнем востоке в месопотамии на в городе у расположенном на границах рек тигр и ефрат и вот этот человек не знавший тогда одного единственного бога поклонявшийся разным божествам однажды слышит голос голос который сказал ему и сказал господь аврааму пойди из земли твоей от родства твоего из дома отца твоего в землю которую я укажу тебе мне кажется что нечто подобное происходит с каждым человеком кто слышит голос господа когда бог начинает говорить к тебе и когда ты слышишь об иисусе ты понимаешь что должен измениться ты понимаешь что тебе нужно оставить позади все свои грехи свою прошлую жизнь зачастую это означает что тебе нужно разорвать узы связывающие тебя с родными друзьями или культурой а члены общества где исповедуется скажем ислам буддизм или индуизм в случае если они принимают господа могут вообще быть изолированы от своего окружения ты становишься новым человеком бог призывает тебя начинается процесс отделения тебя от твоей старой жизни бог сказал пойди из земли твоей от родства твоего из дома ты не знаешь ты снимаешь separate и вот ты становишься новым человеком и когда ты становишься новым человеком семья школы или деревня могут отвергнуть тебя Когда Бог призывает тебя, начинается процесс обновления, процесс движения, процесс отделения, отделения от своей прошлой жизни. Бог сказал, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. И возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, говорит Господь. И благословятся в тебе все племена земные. Семь раз Бог, заключая завет Сабрама, говорит от первого лица, я сделаю то, то и то. Богословы называют этот завет безусловным. Всего мы находим несколько таких безусловных заветов. Безусловный — значит, заключенный без каких-либо условий. Бог просто говорит, что Он сделает это, потому что это Его выбор. И у Него есть на то свои собственные причины. Он говорит, что сделает то, это или это, независимо от того, как ты будешь себя вести. Это безусловный завет. В Библии мы находим лишь один условный завет, то есть заключенный с определенными условиями. Это завет закона, завет, заключенный с Моисеем в Синайской пустыне. Бог говорит Израилю, если вы будете делать это, то Я сделаю то-то и то-то. Если вы будете исполнять Мой закон, Я благословлю вас, но если вы не будете исполнять его, то навлечете на себя проклятие. Это сущность условного завета, согласно которому необходимо выполнить определенные требования, чтобы получить обещанные благословения. Другие же заветы безусловные. И это один из таких заветов. Я произведу от тебя великий народ. Земля, народ и благословение. Апостол Павел позже скажет в послании к Галатам, что Семя Авраама — это Иисус Христос, в котором благословятся все племена и все народы Земли. Но нам следует помнить, что Иисус был евреем. Или, сказать точнее, Он есть еврей, потому что Он восстал из мертвых и однажды вернется в Своей славе. Но по плоти Он по матери был евреем, которая была еврейской женщиной. Бог благословил мир через этот народ. И эта книга, Библия, и Ветхие, и Новые Заветы, была написана евреями. И Иисус — еврей. Итак, я хочу задать следующий вопрос. Думаете ли вы, что это случайность, то, что спаситель всего мира — еврей по плоти? Мог ли он быть норвежцем, голландцем, китайцем или африканцем? Было ли так важно, чтобы спаситель мира стал человеком? Неужели случайно он был евреем? Вовсе нет. Павел говорит, что спаситель мира должен был быть человеком, рожденным от женщины. Жить по Торе. Он должен быть жить по завету и закона, который Бог заключил с Израилем. И вот Бог говорит Авраму, «Пойди в ту землю и оставь все, и я благословлю тебя, а злословящих тебя прокляну». Это обещание остается в силе и по сей день. Тех, кто благословляет Израиль, Бог благословит. Того же, кто проклинает Израиль, он проклянет. Голландия веками была одной из немногих европейских стран, открытой для евреев. Их здесь принимали. Они могли жить так, как хотели, строить синагоги, исповедовать свою веру, заниматься предпринимательством. Надо сказать, что они преуспевали в Голландии. Но и Голландия процветала вместе с евреями, потому что благословляющие Израиль будут благословены. Маленькая Голландия была в то время практически мировой сверхдержавой. Я думаю, что это случилось именно потому, что голландцы благословляли евреев. Я думаю, что Англия в этом отношении лишилась своей империи, потому что британцы проклинали евреев. То же самое можно сказать и об Испании, которая тоже потеряла свой статус империи, потому что они проклинали евреев и изгнали их из своей страны. Ну что, мы послушали с вами лекцию. Это был фрагмент. И я надеюсь, что перед вами уже родилась какая-то картина. Уверен, что вы записывали не зря. Может быть, даже возникли у вас какие-то вопросы. И вот давайте мы сейчас об этом поговорим. С самого начала Вильям, он предложил вот такую интересную тему, которая выражалась в вопросе, почему Израиль такой особенный. И вот последовательно он как раз об этом говорил. Ну, давайте мы начнем с такого простого вопроса, как когда Вильям говорил, что пойди от родства твоего, он говорил от Аврааму, и иди в землю. И Вильям провел очень хорошую параллель с принятием Иисуса Христа, когда мы, как верующие люди, оставляем все заднее и прошлое позади и принимаем нашего Господа. Так вот вопрос такой. Почему Бог сказал Аврааму выйти от родства и из его земли? Вот как вы ответите? Хороший вопрос, можно сказать. Конечно, хороший. Сара, ну вот давай. Ну, я, к сожалению, мне даже в голову ничего не приходит. Не приходит. Ну, Настя, тогда ты, может быть, ответишь. Наверное, я так думаю только потому, что он семь раз заключил завет с Богом. Это единственное, что... Ну, заветы заключил он позже. Но призыв прозвучал тогда, когда Бога с Авраамом еще ничего не связывало. Это было начало пути Авраама. К сожалению, мы не знаем ответ на данный вопрос. Вопрос мы повесили на время в воздухе. Но давайте теперь обратимся к главному эксперту, к Анатолию Ермухину. Пусть он помогает вам в этом поиске ответа. Еще раз всех приветствую. Немного спутило новое звание для меня главный эксперт. Давайте просто скажем. Анатолий Ермухин. Знаете, я переслушивал уже не первый раз эту лекцию Вильяма. И это тот редкий случай, когда я с Вильямом чуть-чуть не могу согласиться. Вот в чем. Я думаю, это не проблема, не трагедия, когда мы немножко по-разному на какие-то вопросы смотрим. Вильям говорит, что Авраам пошел из Месопотамии. И он говорит, что из Ур-Халдейского, Ур-Каздин. Но на самом деле Ур-Халдейский, он уже как бы находится на западном берегу Ефрата. То есть буквально, можем сказать, он уже не в Двуречии, не в Дреневавилоне, не в Месопотамии. И давно еще, это не я сам изобрел, не сам открыл, у иудейских мыслителей это было. Они усматривают в тексте, в бытие намек на то, что выход из Вавилона совершил еще Сим, сын Ноя. И они уже жили вне Древнего Вавилона. Причина, по которой они это сделали, Сим, как человек праведный, который в послепотопном мире, скорее всего, был главным носителем монотеистических взглядов. То он видел, что Вавилон, он развращается, они Вавилонскую башню начали строить и принимают такое решение выйти оттуда. Потому что вот это влияние язычества, оно уже имело такой большой масштаб. Поэтому, если про отца Авраама есть у нас упоминание, я сейчас как раз подхожу к мысли, с которой я не совсем с Вавилоном согласен. Про отца Авраама, про Терах или Фара, по-разному мы можем прочитать его имя, произнести. Про него есть упоминание, что он служил иным богам. То про Авраама нет прямого указания, хотя Вавилем говорит, что он поклонялся другим богам. Напротив, в Бытие мы читаем в следующих главах, там в первых главах Бытие, мы читаем, что Авраам еще до завета заключенного с богом, он уже был евреем. В то время, когда еще никакого еврейского народа и в помине не было, но он уже был гаеврей. И, скорее всего, это большая и красивая теория, заслуживающая отдельного рассмотрения. Но, скорее всего, в те времена это означало принадлежность такому колену сынов и веровых, которые верили так же, как Сим, то есть были монотеистами. Я предположу, что Авраам был монотеистом, и не просто Бог взял какого-то язычника, который служил иным богам. Он взял человека, который был монотеистически взглядом специально, потому что, скорее всего, если бы он был язычником, то и детей своих он учил бы язычеству. Я отвечаю на вопрос, который Кирилл сформулировал, что, скорее всего, надо было выйти из родства, потому что все равно влияние этих языческих взглядов было очень сильное. И в том числе для нас это означает выйти из родства, это значит уйти из старой системы взглядов, системы ценностей, системы отношений. Но это не значит, что мы должны разрывать социальные связи. Так может быть пространно, но как есть. Спасибо, Анатолий, за ответ. Я немножечко его дополню, что разрыв связи с прошлой жизнью или с тем, что может удержать человека от его призвания или предназначения, было очень важно для Бога, поэтому он именно так и сказал Аврааму. Ну а чтобы провести какую-то параллель с нашим временем, потому что мы все являемся христианами, думаю, уместно будет сказать, чтобы быть вот в теме Израиля сегодня, потому что не секрет, что не все сегодня движутся в этой теме, не все ориентируются в этой теме. И вот увидеть особенность вот этой темы, нужно сделать отрыв от ложных доктрин, ну, например, от теологии замещения, чтобы в ней не оставаться. Бог всегда движет нас и показывает нам откровения нашего времени. И, конечно же, мы имеем абсолютно точную, я в этом уверен, связь с израильским народом. И вот быть погруженным в эту тему, как раз вот, я думаю, Вильям и пытается это до нас вот донести. Хорошо, спасибо за ответы. Ну, то, что вот Саре и Насте было не до конца что-то понятно, это нормально, потому что они только познают эту тему также. Поэтому для вас в вашу копилочку, я думаю, сегодня упала очень важная содержательная информация. Хорошо, хорошо. Ну, если мы говорим в целом о призвании Богом Авраама, то я уверен, что призвание, оно подразумевает какую-то идею, преследует какую-то цель. Так вот, у меня к вам вопрос, как к нашим экспертам. В чем заключается основная идея призвания? Вот для чего Бог избрал Авраама? То есть для какой цели? Вот Вильям сегодня, он упомянул об этом. Чтобы от него произошел народ израильский. Да, совершенно верно. Еще что? Настя, помогай. То, что в этот момент проходит процесс обновления. Обновление чего? Отделение. Отделение, обновление, да. Да, одно. Отделение от того, что происходит на тот момент. И как-то это что-то новое. Но основное, я лично думаю, что основное призвание Авраама, это чтобы от него произошло множество народов. То, как сейчас является. Сара, у тебя не случайно такое имя. Ты более проницательная оказалась в этом вопросе. Потому что Сара была когда-то женой Авраама. Может быть тебе вот от Сары что-то интуиция такая. И ее имя означает мать многих народов. Вот Авраама ты отец многих народов, а Сара мать. Ну, этому мы хорошо научены, конечно же. Но мы сейчас говорим о цели. И ты совершенно уместно заметила, совершенно правильно, что не только народ произвести от Авраама, но еще и народы. Но может быть Анатолий, я уверен, ему есть что сказать. И дополнить тоже. Пожалуйста, Анатолий. Вообще сегодня день сюрпризов для наших слушателей, зрителей. Мне вот на этот вопрос нечего добавить. Представляете? Я тоже думаю, что вот все крутится вокруг того, что у Бога было желание, цель иметь особый народ. Как бы это тоже непростой вопрос, вот задачи, которые Бог ставит перед Израилем, как перед народом. Но одна из задач – это быть таким народом-посредником, народом-священником между Богом и прочими народами. Это такой диалог на национальном уровне. И это вообще для нас, для христиан, вопрос непростой, потому что у нас мало вещей мы рассматриваем на национальном уровне. Обычно мы что говорим? Ты и Бог – личные отношения. И реже мы говорим «мы» как народ. Мы – русские и Бог. Наверное, у братьев наших старших православных это чаще звучит. У нас, наверное, реже «мы» и Бог. Но обычно «ты» и Бог. И вот здесь как раз такой вопрос национального уровня, поэтому нам осмыслить его сложнее. Но принципиально добавить, в общем-то, к тому, что сказала Сара, Настя, мне нечего. Ну, Анатолий, хорошо всегда получается. Сказать нечего, но сказал много. Этому долго учатся в высших учебных заведениях. Вот у вас сегодня хороший не только эксперт, а еще и учитель в этом вопросе. Хорошо, молодцы, молодцы. Ну, я что хочу сказать? Что уместно то, что вот Сара вспомнила и сказала, что будет рожден народ, появится народ, и Авраам станет благословением для других народов. Но там еще одна составляющая. Бог еще обещал ему землю. И не только землю ему, но и потомству. И это очень важный факт. Мы должны это отметить. Потому что потомство сегодня мы видим, но также мы видим еще и землю Израиля. И чуть-чуть попозже мы с вами тоже об этом поговорим и обсудим. Но действительно благословение для народов, что, наверное, для нас, как для христиан, имеет важное значение, будет иметь какую-то важную составляющую, потому что мы можем фактически это прочувствовать на себе. В чем заключалось благословение народов? Ну, Вильям подчеркнул эту мысль и сказал, что Иисус был рожден не случайно в Израиле. Не случайно он пришел именно к своим. Именно туда, ни в Испанию, ни в Голландию. Ну, понятно, в то время стран было много, и можно долго это все перечислять. Но не случайно он был рожден именно там. Потому что именно в Иисусе Христе к нам с вами, к язычникам, пришло благословение Авраама, Исаака и Иакова. То есть божественное благословение. И мы видим, как в Писании написано, что для потомков по плоти это владение землей, то, что еврейский народ имеет эту землю, и эти обетования, например, как земля будет процветать, как города будут застроены. И сегодня мы это наблюдаем. Но, наверное, в будущем самое главное, к чему должен прийти народ, это к тому, чтобы встретить мессию, который они ожидают, и который, конечно же, к ним придет, потому что пророк Захария в последней голове именно об этом и говорит. Мы здесь видим полноту благословений, и здесь прорисовывается ясно цель призвания Авраама. Ну, если вы согласны с этим, то давайте мы тогда будем двигаться дальше. И у меня есть такой вопрос. Но, может быть, наши дорогие эксперты, юные, может быть, вы хотите задать тоже какой-то вопрос? Вот вы лекцию прослушали, да, и, может быть, вам показалось что-то непонятным, неизвестным, новым для вас? Пожалуйста, вы можете задавать этот вопрос. Мы очень внимательно вас слушаем. Ну, наверное, пока вопросов нет. На свете пока нет. Пока нет. Интересно тогда, когда же они у вас могут появиться? Неожиданно и внезапно. Внезапно. Хорошо, пусть будет так. Ну, давайте тогда немного поговорим, коль я уже немножко коснулся этого, о земле странствами. Вот почему, по вашему мнению, Богу было важно, чтобы Авраам странствовал и владел конкретной землей? Ну, разве недостаточно было просто верить, да? Независимо от местоположения. Вот как вы думаете? Почему вот именно привязка к земле? Ну, возможно, если бы он не странствовал, то он как бы был привязан только к одной земле, и, возможно, это потомство потом бы не смогло распространяться по всей земле. Поэтому, чтобы... Ну, такое запутанное, не знаю. Ну, у меня тогда рождается другой вопрос. А зачем нужно было им распространяться и по всей земле тоже? То есть мы уходим далеко. Может быть, Настя приоткроет нам эту завесу? Честно, вообще не знаю. Даже в голове не крутится. Нам нужна помощь эксперта. Помощь. Анатолий, выручай. Не знаю, выручаю я вас на этот раз или нет. Но для меня это тоже вот из разряда предыдущего вопроса. Вот мы же на все смотрим своими собственными глазами, со своей колокольной судим. И абстрагироваться от этого сложно. Вот для нас, христиан, же не принципиально, где я живу. Ну, кто-то вот прям фанатично любит Россию. Я тоже люблю. Я люблю свой край. Хотя много где был и там, и сям, и за океаном, и в Европе. Ну, мне нравится здесь. Но по большому счету нам не принципиально, где я живу. Мы не цепляемся за конкретную территорию. Поэтому это вопрос конкретный для нас земли. Он тоже сложен для восприятия. Но один момент для меня предельно ясен. Это вопрос воспитания. Мог же Господь сказать, Авраам, ты, главное, выйди, иди куда хочешь, выбери себе, что тебе больше понравится, и я там с тобой буду иметь диалог, и там у тебя буду народ производить. Ты, главное, там подбери, хорошо подумай, поищи. Нет, он говорит, пойди в землю, которую я тебе покажу. Я не знаю, понравилась ли земля, которую показал Господь Бог Аврааму. Что он ждал там? Не знаю. Вы были в Израиле? Вот нам, людям, которые приезжают с великих рек, глубочайших озер. Я вообще в тайге живу. Мы приезжаем в Израиль. И первый вопрос, когда в Израиле у всех туристов. Так, я не понял, это что? Это у нас Израиль? Вот это Израиль? Потом ты видишь его красоту. Но первое впечатление, ты думаешь, ну а что здесь потрясающего после наших великих просторов и богатства природного? Может быть, если бы мы выбирали, мы бы, наверное, себе выбрали землю, где побольше нефти и газа. Правда же? Поменьше болот и пустыни. Климат как-то помягче, чтобы был. Покомфортнее. Я думаю, что это однозначно воспитательный момент. Вот сразу, когда Бог вступает в отношения с человеком, Он хочет, чтобы человек учился быть послушным. И это происходит на протяжении всей жизни. Даже когда Израиль восстанавливался, я последнюю фразу скажу. Когда Израиль в 20 веке восстанавливался, посмотрите, как непросто они восстанавливали эту землю. Были малярийные болота, все леса, все деревья были вырублены. Вырублены. На рубеже 19-20 веков там пару сотен деревьев на весь Израиль. Это нужно было быть послушным. Это нужна вера. Это нужно доверие к Богу. И как раз вот в таких моментах и проявляется слава Божьей, Божьи чудеса. Спасибо, Анатолий. Он начал с фразы «не знаю, что сказать», «не знаю, что добавить» и наговорил нам очень много. Да, ну, все по существу. Спасибо большое. Но связь Бога со своим народом и землей, она, конечно же, очевидна. Давайте вспомним такое местописание, когда Бог выводил народ из рабства египетского, Он сказал, «Земля, в которой я тебя веду, она будет не такая, как в Египте. Она будет отличаться, потому что она не будет зависеть от реки Нила, но зависит она от неба. Закрой небо, не дам дождя, открою, все у тебя будет в достатке». Это, как сказал Анатолий, и воспитательная, ну, как бы составляющая в этом есть, да. Но вот эта связь, которую Бог скрепил со своим народом посредством и земли, она тоже, очевидно, она просматривается. И в этом есть обещание Бога. Мы видим, что сегодня эта земля, она принадлежит своему народу. И, конечно же, в Библии об этом сказано. А Библия – это самый важный относительно земли, когда строят документ, между прочим. Поэтому любой человек, находясь в любой точке мира, может открыть этот документ и сказать, «Да, действительно, это так». Ну что же, идем дальше. И вопрос у меня такой. Вильям говорил в своей лекции о заветных отношениях между Богом и Авраамом посредством приношения животных, посредством жертвоприношения, да, и их рассечения. Ну, мне показалось, что это была очень хорошая иллюстрация с его стороны. А мой вопрос будет такой. Для чего был необходим завет? Как мне кажется, вопрос несложный. Начнем с Насте, а потом слово Цари. Зачем нужен завет? Я думаю, что нужно начать с Саре. Передаем тогда Саре. Сара, тебе за двоих отдуваться надо будет. Не дай шанса Анатолию что-то дополнить. Давай, расскажи много. Сара сейчас скажет, а я думаю, надо начать с Анатолия. Ну, а я скажу, надо начать с Кирилла. Правильно? Это отличная логика. Вот и замкнутый круг. Кирилл скажет, Господи, выручай. Сара, пожалуйста. Лично мое понимание, для чего нужен был завет. Завет это как удостоверение, по сути, что ты знаешь. сейчас попытаюсь сформулировать свои мысли, чтобы это сказать понятным языком. Ну, это вот как ты пришел. Вот ты родился. Тебе дали свидетельство о рождении. По сути, это твой завет. И то есть, чтобы прийти куда-то, сделать тебе что-то, тебе нужно обязательно вот это свидетельство о рождении. И также, я думаю, с заветом. Это как бы понимание от того, что это, ну, не просто слова, то, что там на тебе сказали, или то, что ты там сделал, то же жертвоприношение. Это же определенный завет с Богом, когда ты общаешься, когда Господь через кровь животных, ну, по сути, раньше же в ветхом завете прощали же через кровь животных, получается, это жертва. Это, ну, тот же завет, когда ты можешь прийти в простоте, и ты знаешь, что вот, ну, ты с Богом. Но это вот, как я понимаю. Я не знаю, насколько это правильная формулировка того, что я хочу передать, поэтому пусть Настя. Ну, вот я хотел бы как раз обратиться к Насте по этому вопросу и дать ей небольшую подсказку. Настя, вспомни, пожалуйста, предыдущие передачи. Там, мне кажется, была хорошая тоже такая мысль о том, что у Бога какие-то особенные взаимоотношения с его народом. Отца и сына, например. Вообще, Бог, он не придерживается такой свободной любви, да? Не придерживается. Поэтому завет это вот именно скрепление отношений между Богом и его народом. Ну, так тоже, да. Ну, согласны вы, да? Да. Ну, что, будем обращаться к Анатолию? Нет. Маша, он не хочет. Он согласился с нами. Ура! Вы все сказали. Мы попали в точку, он не противоречит. Да, мысль, когда говорим про завет, мне очень помогает понять всегда, что мы редко используем в нашем обиходе такое слово, устаревающее, к сожалению, как завет. Мы чаще используем как союз или договор. Да. И сразу все думаем, а когда мы договор используем? Когда мы хотим очень серьезных отношений, когда всерьез и надолго, вот тогда мы подключаем договор, или когда ставка слишком высока, цена высокая. Так вот, Бог не играет в игры, давай несерьезно так на пару дней с тобой пообщаемся, он хочет всерьез, надолго, навсегда. Поэтому нужен договор, нужен союз, нужен завет. Ну, вот устами Анатолия мы реанимируем сейчас, между прочим, значение завета. И мне кажется, что в этом есть большая ценность и важность его слов. Спасибо, Анатолий. Ну что же, давайте подводить и уже итог будем. Передача скоро будет у нас заканчиваться. А вы пока думайте, что вы напишете сегодня на плакате вашим фломастером. Потому что основная идея послания Вильяма должна быть отражена сейчас вот на плакате той фразой, которую вы напишете. А пока вы думаете, я буду завершать потихонечку. Бог смотрел далеко вперед. Относительно завета я сейчас говорю. Чтобы скрепить на вечно отношения с еврейским народом, он пошел или он избрал именно такой путь. Вот Вильям сказал сегодня о том, что заветов несколько и они вечные и безусловные. Мне кажется, вот это была основная и главная мысль Вильяма. И есть условный завет, он всего лишь один. это завет закона, который был на определенный период, конечно же, необходим для еврейского народа. И сегодня он тоже остается еще для еврейского народа. Но остальные заветы, они все вечные. Итак, пожалуйста, сейчас время вам написать. Или может быть вы уже написали. Давайте, мы сейчас дадим вам время. Вы можете между собой разговаривать. Давайте. благословил или благословит? Благословил. Сара, правильно. Да, вот так. Я думаю, вот прям вот так пиши. Да. Другого цвета, ну ладно. Ничего. Давай красивенько. Красиво, я считаю. Ну что, написали, да? Нет, нет. Мы еще, да. Пишите. Да. Через этот народ. Я потом можно нарисую? Манускрипты с рисунками будут? Да. О, супер. В конце предложения поставьте восклицательный знак. И тогда поднимайте ваш плакат, возьмите его вместе, покажите нам всем и зрителям тоже. И мы сделаем фотографию. Ну, давайте. Мы уже в нетерпении ждем. Вы готовы? Приславите. В такой паузе все мы здесь находимся. Ровненько еще чуть-чуть выше. Поднимите ровненько. Ровненько. Итак, внимание. Бог благословил через народ. Да, я просто не очень хорошо отсюда вижу. Ага. Хорошо, через народ. Все, замечательно. Так, фотографируемся. Внимание. Раз, два, три. Снято. Вы молодцы. Хорошо, хорошо, молодцы. Спасибо вам за участие в передаче. Спасибо Анатолию. Время уже упрощаться. Вы можете сейчас со зрителями нашими попрощаться. Что-то им пожелать. Что вы хотите зрителям пожелать? Господь вас уже благословил. Поэтому принимайте это благословение в свою жизнь. хорошо. Анатолий, пожелай что-то зрителям нашим. Всем мира. Аминь. Шалам. Ура. А со своей стороны завершая программу, я скажу вам, дорогие зрители, не пропустите следующую передачу. В этой передаче уже все. Мы заканчиваем. Всем больших благословений. Спасибо всем участникам. Пока. Субтитры подогнал «Симон»